А сейчас переходим к одной из ключевых тем выпуска. Фермерская продукция алтайских производителей не может пробиться на прилавке крупных торговых сетей. Ни для кого не секрет, что они лидируют на рынке и диктут свои правила игры, выставляя порой завышенный ценник за размещение на их полках. Валентина Аскерова разбиралась в теме и готова рассказать, когда алтайские продукты дойдут до массового потребителя. Валя, здравствуй. Привет. Ну, будет такое время, когда экологически чистые продукты будут не только в каких-то специализированных магазинах продаваться, но и в тех самых, в которых мы ходим ежедневно? Может быть, когда-то так и будет, но на данный момент этого нет. Купить экологически чистый продукт можно на рынках, а также на гастрономических фестивалях, которые проводятся очень редко. Почему так происходит, я сейчас поподробнее все расскажу. На гастрономический фестиваль «Свое», который прошел в минувшие выходные, съехались сотни фермеров из разных уголков края, а также из соседних регионов. Они представили свежие овощи, выращенные на родных полях, молочные и мясные продукты собственного производства. И, конечно же, бренд алтайского края – мед. За натуральной продукцией люди выстраивались в очередь, ведь это едва ли не единственная возможность купить экологически чистую продукцию. И такая продукция, она доступна в магазинах массовых? Ну, я где-то видела, что есть это, да. Но мало? Мало, да, очень мало, редко я вижу эту продукцию, так что давайте, распространяйте в наших магазинах. Но пока это из области фантастики, зайти в сеть нашим фермерам крайне сложно. Для того, чтобы зайти в сеть, для того, чтобы зайти в ленту, в мариора, нужны определенные условия. Ну, пока сейчас это тяжело сделать. Накрутка цены, скидки, бонусы, вот это. А вы сейчас не можете этого себе позволить? Ну, конечно, да. Продукция предоставлена абсолютно на всех рынках нашего города. Без проблем, как бы, можно ее приобрести. Все рынки города. А в магазинах? В магазинах такая, как сеть, хорошее настроение. Ну, и другие сети иногда оптом бывают покупать. Кстати, я тоже посетила несколько барнаульских магазинов и отметила, что фермерская продукция там есть. В крупной торговой точке я купила снежок. Правда, на мое удивление, изготовитель не алтайский, а омский. Уничтожая малый бизнес в сфере торговли розничной, мы тем самым наносим серьезный удар по производителям. Особенно, вот, как фермеры, небольшие производители, которые производят качественные продукты. Потому что они не имеют возможности реализовывать свою продукцию, не имеют возможности выйти на рынок. И, ну, многие погибают. Чтобы фермерство не погибло, нужно прежде всего навести порядок в законодательстве, утверждает Юрий Фритц. Он приводит в пример европейские страны, а также Америку, где фермерские хозяйства поддерживают регулярно и на всех уровнях. Это и льготное аккредитование, и погектарная помощь. В России тоже такое существует, правда, в небольшом объеме и зачастую носит адресный характер. Идет на развитие крупных агрохолдингов. Кстати, на днях стало известно, что алтайский край получит полмиллиарда на развитие фермерства. В принципе, средства немалые. Вот. Если это будет действительно распределение справедливое и, будем говорить, так скажем, целевое, направлено на именно болевые точки существующие у фермеров, то деньги сработают. Программа поддержки рассчитана на пять лет. Участвовать в ней могут молодые фермеры, у которых есть сотрудники, а также фермерские кооперации. Объединение компаний по выращиванию, производству, переработке и сбыту. Эксперты призывают фермеров вступать в кооперации не только из-за господдержки. Говорят, они облегчают выход на прилавки популярных сетей. Валя, а если фермер только начинает свой путь, он еще не в кооперации, что ему-то делать? Как развиваться? Эксперты советуют начать прежде всего с социальных сетей, потому что это такая очень хорошая площадка для продвижения своей продукции. Спасибо огромное за этот большой рассказ подробный, за то, что присоединилась к нам в студию. Я напомню, это была Валентина Аскерова. Мы продолжим.